На заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских прокомментировал ситуацию, сложившуюся сегодня в мировой политике. Глава региона подчеркнул, что решение о признании независимости ДНР и ЛНР, а также последующий ввод войск в Украину – единственно верное решение главы российского государства. Это вопрос национальной безопасности и защиты жизни наших с вами сограждан. Своими решительными действиями Владимир Владимирович Путин в очередной раз подчеркнул, что вопрос нашей независимости, права и свободы русских людей для него является безусловным приоритетом. И в этом плане мы безусловно поддерживаем нашего президента. Губернатор сообщил, что в спецоперации на Украине принимает участие 31-я бригада ВДВ и, к сожалению, имеются потери. На данный момент известно о двух погибших, имена которых не сообщаются. Память погибших почтили минутой молчания. Очевидно, что безапелляционность руководства нашей страны в деле защиты национальных интересов не могла понравиться коалиции западных государств. На открытое военное противостояние с Россией они не готовы, поэтому пошли по традиционному пути наложения экономических и политических санкций. Событие развивается стремительно. На сегодня ограничительные меры затагивают практически все ключевые отрасли. Подчеркну, что в целом экономическая и финансовая стабильность России, в том числе и нашей области, обеспечена на федеральном уровне. От внешней политики перешли к ситуации по заболеваемости коронавирусом. С 28 февраля школы, колледжи и вузы региона вернулись к очному формату обучения. За прошлую неделю заболеваемость детей в возрасте от 7 до 14 лет снизилась на 40%. В возрасте от 14 до 17 лет на 47%. Также в Ульяновской области частично отменили действия QR-кодов, так как заболевание сейчас протекает преимущественно в легкой форме в связи с высоким процентом вакцинации. Отдельно обсудили вопрос строительства второго корпуса губернаторского лицея номер 100 в микрорайоне Юго-Западной. Та новая современная школа, которая была построена, уже не удовлетворяет потребности наших жителей. И, соответственно, мы понимаем, что ресурсы этой действующей школы не бесконечные, стены раздвинуть мы не можем. Поэтому было принято решение по строительству начального блока на 550 мест. Специалистами была определена территория. Хорошо, что она там есть рядом с действующей школой. На прошлой неделе ульяновцы массово снимали наличные деньги в банкоматах. На аппаратном совещании начальник главного управления Центробанка России по Ульяновской области Владимир Филимонов прокомментировал ситуацию и дал оценку состоянию финансового рынка нашего региона. По его словам, никаких сложностей с наличными средствами в банках нет. Ситуация в банковском секторе Ульяновской области по состоянию на сегодняшний день достаточно стабильная. Кредитные организации региона работают в штатном режиме. Коммерческие банки осуществляют все операции в обычном порядке. Это депозитные операции по счетам, выдача кредитов, выдача вкладов, как это было и ранее, осуществляется по требованиям физических лиц. На штабе также обсудили сохранение дорог в период паводка. На основании анализа прошлых лет в регионе определено пять потенциально опасных участков подтопления дорог. Два объекта у нас находятся в Ульяновском районе с аналогичными мероприятиями. Мероприятия мы здесь также отрабатываем с муниципальным образованием. Это мост на автомобильной дороге Целина-Красная-Сюндюково и мост, мостовой переход у села Арское. Здесь также объекты взяты на ежедневный контроль. Повторюсь, что разработан полный комплекс мероприятий. С 1 по 30 апреля в регионе также будут закрыты дороги для фур и большегрузов. Эта ежегодная мера позволяет отремонтировать дороги весной и не допустить их разрушения. Губернатор Алексей Русских подчеркнул, что в этом году весна ранняя и, возможно, стоит перекрыть дороги раньше. Евгений Лазарев сообщил, что этот вопрос будет проработан.